МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Воспитатели, каких не надо. Подробности вопиющего случая в коррекционном приюте Каспийска смотрите сегодня в выпуске. 20 километров дорог было введено в эксплуатацию в 2018 году. Министерство транспорта подводит итоги. Динамику работы ведомства оценил и глава региона. Оплати налог и живи спокойно, призывают налоговики и судебные приставы. Подробности совместного рейда смотрите сегодня в выпуске. Министерство образования и науки Дагестана проводит служебное расследование по факту инцидента в Каспийском детском доме. Вице-премьер Умпазиль Амарова посетила коррекционный приют, где и произошел случай с применением грубой силы по отношению к ребенку. По делу ведется проверка. Воспитатель, причастный к инциденту, уволен. Директор детского дома временно отстранен от занимаемой должности. Напомним, видео с избиением было размещено в нескольких социальных сетях. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что воспитательница останавливает ребенка и наносит ему удары. О мостах, дорогах, пассажирских перевозках и бюджете. Министерство транспорта подвело итоги прошлого года на расширенном заседании. Сразу же обговорили и планы на 2019 год. В работе коллегии принял участие и глава Республики Дагестан. Все подробности в сюжете Патимат Ханаповой. Введены километры дорог, построены и отремонтированы мосты. Статистика позитивная. Это все несмотря на то, что в прошлом году ведомство сумело освоить более 3 миллиардов рублей. Так, Республика была вынуждена вернуть их в федеральный бюджет. Тем не менее, глава Дагестана Владимир Васильев положительно оценивает результаты министерства по ряду направлений. Я признателен вам, Шурхан Махан, что, во-первых, то, что вы возвратились в родную республику, включились в работу, работаете эффективно, видите те недостатки, которые есть и в нашей работе, и в вашей. Нам нужно их поправить. Нам нужно научиться теперь не только сберегать деньги, но своевременно и эффективно их превращать в дороги, мосты, жилье и многие другие вопросы. Здравоохранение, образование. По подсчетам министра Шурхана Гаджимурадова, работы проделано действительно немало. В эксплуатацию введены более 20 километров дорогу и 4 моста. Произведен ремонт 146 километров дорог и 6 мостов. В стороне не остались и сельские автомобильные пути. На их улучшение было потрачено более 200 миллионов рублей. Говоря о планах, министр, среди прочих, выделяет снижение долгостроя. Значительный объем незавершенного строительства, который на начало прошлого года по 120 объектам доставил более 11 миллиардов рублей, требует скорейшей ликвидации. Я имею в виду в хорошем смысле это условие. При этом предстоит освоение около 8 миллиардов рублей с обеспечением ввода в эксплуатацию 97 километров автомобильных дорог и 16 мостов общей погонной длины 665 метров. На содержание региональной сети дорог в текущем году направлено около 800 миллионов рублей. Работа по реализации поставленных задач идет на основе принципов бережливого правительства и широкого применения цифровых технологий. На расширенном заседании коллеги также обсудили вопросы пассажирских перевозок, проблем городского и междугороднего транспорта. Но особо заострять на этих злободневных вопросах внимание собравшиеся не стали. Видимо еще не время, да и люди потихоньку привыкают к чудачествам ценообразования на проезд. Кто-то платит 23, а кто-то до сих пор 17. Патемат Ханапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. Но махачкалинцы не торопятся с выплатами различных задолженностей, в том числе по алиментам и штрафам. Совместный рейд налоговиков, судебных приставов и сотрудников ГИБДД на столичных улицах выявил массу нарушителей. Такого рода мероприятия призваны навести порядок в этом деле. И о том, насколько это эффективно, смотрите в сюжете Камиля Девятого. За оплату налоги и живи спокойно. Долг платежом красен. Просрочка – это лишние проблемы. Какие только доводы не приводили сегодня проверяющие гражданам. Однако платежная дисциплина населения по-прежнему вызывает много нареканий. На сегодняшний день остановили около 40 машин, обнаружили административные штрафы на 10 тысяч рублей. Было взыскано около 7 тысяч рублей, и одна машина была отправлена на штрафстоянку. Инициаторами рейда выступили налоговики. Цель – выявление злостных неплательщиков. На проспекте Расула Гамзатова был развернут мобильный пункт для упрощения процесса. Оплатить долг и при этом получить квитанцию можно было на месте. Взаимодействие с приставами, уменьшить задолженность по налогам и сборам, по фискальным платежам. В общем, наша задача еще информирование граждан о том, что за ними есть задолженность. Платить рано или поздно все равно придется. Поэтому представители контролирующих структур еще раз обращаются к населению с просьбой не затягивать с оплатой задолженностей. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Своих в беде не оставим. В трудные минуты дагестанцы сплачиваются, как никто другой. Это в очередной раз доказывает и профсоюз работников здравоохранения республики, который решил оказать помощь фельдшеру из ТСА Хитли, где в результате пожара выгорело 20 домов. Один из них принадлежал Багжат Тупадебировой. Ночь, когда произошло возгорание, она находилась в Махачкале, где проходят курсы повышения квалификации для медицинских работников. Пожар уничтожил не только ее дом, но и дома ее детей, сына и дочери. После курса Багжат планирует вернуться в родной аул и будет жить пока у родственников. Это такая малость по сравнению с вашим героизмом, с вашим трудом, с той помощью, которую вы оказываете нашим соотечественникам. И мне так приятно, что моя коллега, доктор, фельдшер, специалист, прекрасно выглядит, в ясном уме. Спасибо. Очень молодец, грамотная. И еще на специализации повышения квалификации. Вы молодец. Это вам наша почетная грамота. Это небольшой наш знак внимания. В Дагестан пришла Масленица. Праздник отметили накануне в столице. В Русском театре состоялось театрализованное представление ярмарка «Масленичная». В нем приняли участие народные творческие коллективы из Махачкалы, Кизляра, Дагестанских огней и других городов республики. Песни и постановки с особенностями русских традиций и колоритом позволили зрителям окунуться в старинную культуру. Отметим, праздник организован Министерством культуры совместно с Домом народного творчества республики. Чтобы улыбка светила, как солнце. Лечение зубов, исправление неправильного прикуса и устранение других дефектов полости рта предлагает современная стоматологическая клиника «Ортостом». О качественном лечении специалистов одной из передовых клиник республики смотрите в сюжете Алины Багиловой. С греческого слова «ортодонтия» переводится как «ровный, правильный зуб». Неправильный прикус – проблема, с которой сталкивается почти каждый второй. Подобные проблемы носят не только эстетический характер. Если вовремя не заняться лечением, в дальнейшем подобные аномалии могут привести к деформации пропорций лица, быстрому стиранию эмали, разрушению зубов и появлению боли в челюстном суставе. У нас в клинике «Ортостом» в основном направлении – эстетическая ортодонтия. С помощью прибыльной системы, в которой мы работаем, мы акцентируем внимание не только на прикус, на ровные зубы. Мы можем, если взять и разделить лицо пациента, от кончика носа до подбродка, мы можем именно этот участок, например, мягкие ткани, губы, можно их подчеркнуть, можем увеличить, улучшить за счет зубов. Мне очень важно состояние пациента. Они уходят с эмоциями, довольные. От этого я от них радуюсь. Я понимаю, что я все делаю правильно. Однако, как утверждают специалисты, без надежных случаев, равно как и возрастных пределов, для ортодонтического лечения не существует. Методов лечения у специалистов клиники Ортостом немало. Поскольку лечение рассчитано на длительный период, к выбору компонентов нужно подходить тщательным образом. Клиника Ортостом отслеживает тренды, предлагая пациентам те, которые были не только клинически тестированы, но и прошли успешную практическую апробацию ведущих ортодонтов по всему миру. Работа с такими сложными ситуациями требует не только высокой квалификации, но и должного опыта. Когда речь идет о человеческом здоровье и красоте, рисковать нельзя. А потому уровню подготовки в Ортостоме уделяют самое пристальное внимание. Помимо основной специализации, Ортостом проводит образовательные проекты, позволяя ортодонтам всех регионов получить доступ к высококлассным ортодонтическим знаниям и навыкам с приглашением ведущих специалистов в области ортодонти. Мы находимся на территории компании Ортостом. Сегодня здесь проводится семинар. Приехали доктора с различных регионов нашей страны. Мы обсуждаем интересные темы, которые сегодня очень актуальны для всех, для нас. Тема использования высокотехнологичной аппаратуры в комплексе с применением различных способов фиксации. Эта технология сегодня не имеет альтернатив, и многие технологии, которые применялись нами раньше, они сегодня не могут сделать тех эффектов, которые мы получаем на пассивном саморегировании. Вот эти два дня были посвящены тому, для того, чтобы обсудить, увидеть, проанализировать эти эффекты с очень хорошей доказательной базой, с отдаленными результатами того, что мы делали раньше и то, что мы делаем сегодня. Я хотел бы выразить слова благодарности Курбаю Масавичу, который прикладывает очень большие усилия к тому, чтобы в этом регионе развивалась ортодонтия. Это долгосрочный проект на то, чтобы коллеги, которые работают здесь, они имели возможность развиваться, двигаться. И самое главное – делать счастливыми себя и пациентов. Подобные семинары – это удобный формат подачи информации, качественные обучающие материалы, возможность общения с коллегами и не только. Я очень благодарна этой стоматологии Ортостом, что они организовали эту лекцию, сказали, что будут у нас еще семинары, и с удовольствием будем приезжать и посещать. Врач-ортодонт решает многие проблемы, начиная от неправильного прикуса, заканчивая тонкой работой по исправлению лицевых дефектов. В свое время ортодонтическое лечение позволяет улучшить здоровье полости рта, предупредить появление множества проблем, которые нередко возникают из-за неправильного расположения зубов и челюстей, а также заметно преобразит улыбку, сделав зубки ровными и красивыми. Ведь уверенность в своей улыбке – это уверенность в себе. Выбирайте качественное лечение у специалистов, которые любят и знают свою работу. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. И к новостям спорта. Одна золотая, четыре серебряные и пять бронзовых медалей. С таким результатом на родину из Казани возвращаются дагестанские самбисты. Там в течение четырех дней проходил чемпионат России. В заключительный день турнира статус лучшего, весе до 90 килограммов, подтвердил Магомед Магомедов. В поединке за первое место действующий чемпион мира досрочно одолел Романа Егорова. В этом же весе бронзу завоевал Саид Саидов. А в категории до 68 килограммов в третьем был Расул Гасанханов. Кроме того, обладателем серебряной награды в дисциплине в спортивное самбо стал Тагир Тагиров. Таковы были новости. К этому часу еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин